Хэви метал Сегодня долгожданная пятница Мне обещали, что моя стажировка будет до четверга Но вчера, как обычно, все пошло не так Мы были в 300 милях от Чикаго Хотели найти груз Чтобы пустыми не ехать сюда Но в итоге нашли груз только в 7 вечера Пришлось ехать Да, где-то 3-4 пока загрузились Там тоже большая очередь была Сегодня поспали 3 часа Выгрузились сегодня с утра Вот мне дали трак Я вот первый раз сейчас заехал на заправку Дали мне бесплатный душ Я его сразу же потратил Время 2 часа дня Я его только почистил зубы Это вообще жесть, конечно Так выглядит Я даже что-то и не запомнил Как называется эта марка КВ Ну, как по мне, вообще классный трак Также Канистога 300 тысяч пробега Так что нормально Должен ходить без поломок Уже далее первый груз Сказали, что найдут мне Какой-нибудь груз полегче Но что-то у них это не получилось найти Сейчас пятница Вечер И, короче, пришлось взять Вообще нелегкий груз Сейчас 45 тысяч паундов Да на грани перевеса я поеду Вот так выглядит он В микроволновках Все дела, короче Очень удобный Слава богу, я уже один просто Четыре недели я провел в траке С другими ребятами Для меня это, конечно, бывает Пытка Ну, надеюсь Груз, кстати, 850 миль И платят 750 А, 1700 долларов У меня пока будет платить 26% Поэтому получается, честно говоря Не очень с учетом Ну, сейчас выходные Ну, два дня на этот груз тратится Получается там по 200 долларов Ну, в Дордаше получше Ну, я надеюсь Это просто плохой груз Дальше будет лучше Ну, 30% было бы нормально В принципе Так что так Заехал в Walmart Как раз тут неподалеку От загрузки Короче, нужно мне купить Варятку на телефон Перчатки Ботинки С железным носом Ну, и всякую мелочь Ну, и поесть Время 3 часа дня Я еще не ел ничего Закупился в Walmart Хотел немного купить Но получилось Вот, как всегда На 200 Так, где тут 225 долларов Вот так вот У меня получилось Припарковаться Тарикисты вообще Ровно стараются Просто ставить Ну, что-то у меня Не вышло Здесь трак стоял Что это за лужин У меня по тракам Хрен его знает Что это такое Надеюсь, это не у меня Что-то вывелось Короче, так Закупился Через час Мне нужно быть На загрузке Сейчас быстро Покушайте Вперед Приехал в фирму Первый же груз Я просто везунчик Просто гигантская фирма Тут надо было Позвонить По номеру телефона Я позвонил Вообще ничего не понял Позвонил своему начальнику Попросил его позвонить Он позвонил Сейчас нужно Это Передвинуть Мне заднюю ось И как вместе Здесь двигающая Ось на этом трейдере Тоже Канал меня Короче Ну Сейчас Передвину Нужно Кинуть Эти 6 палок И ехать На весе Вон туда Так Ось я раздвинул На самом деле Очень элементарно Все это делается Вот такой штырь Вот этот И вот здесь Нажимаешь Крутишь кранчик И все Штырь убирается Ты едешь назад И ось передвигается И выключаешь потом Еду по этому заводу Короче Дали мне вот такую карту Записец просто Она там еще какую-то Мне анкету дала Заполнять И Короче Без английского Здесь просто стресс Это короче Не груз А просто Непередаваемые Впечатления Жесть Вот сейчас Вот сюда я заезжал Все он мне Короче Разговаривает На английском Ну короче Не идут Навстречу Болтает Ему насрать Понимаешь Что его нет Сказал Из машины Не выходить Я уже там Вышел Уже Куда загнал Кинул Стрепы Спереди Так сделал Вокруг Обмотал Сзади Так же 9 стреп Кинул Убил На это Час Просто Сошло 500 потов Жесть Проехал Короче 180 миль Еще осталось 730 Постараюсь Зазавтра Проехать Уже Час Ночи Ну сменился Часовой Поезд На 1 час Такое Было 12 Припарковался Вообще Ну Сейчас Покажу Что Забито Не знаю Выгонят Меня Отсюда Нет Ну вот Припарковался Вообще Вплотную Неплохо Ну Здесь Вообще Не парковочное Место Здесь Вывеску Закрыли Ну Что делать Лучше Места Не найти В это Время Я не знаю Видно Нет Сейчас Включу Фонарик Дверь Открылась По пути Вроде Тут Ничего Не Улетело Груз Вроде Тоже На месте Сейчас Одиннадцать Утро Уже Соседи Мои Поразъезжались Здесь На локбуке Нужно Десять часов Отдыха Чтобы Дальше Ехать Потом Включаешь Нажимаешь То Что Делаешь Питя При Трип Инспекшн То Что 15 минут Обязательно Нужно Делать По Утрам Проверяет Всю машину Потом Можно Ехать Решил Пока Идет Питя И Поставить Предохранитель Там Сгорел На Дворнике Вот так Вот Открывается Капот Блять Страшно Что Конечно Рухнет Сейчас Здесь Короче Я купил Не тот Видимо Предохранитель Он По Размеру Не Подходит Прикол Конечно Надеюсь Дождь Не пойдет В ближайшее Время Осталось Ехать 730 Миль 12 часов Показывать По Локбуку Можно Максимум Ехать 11 Надеюсь Как-нибудь Побыстрее Доеду Максимум Время А Максимум Субтитры делал DimaTorzok Заехал на Рестерию, а вот по соседству стоит Что это такое, непонятно Субтитры делал DimaTorzok Заехал на заправку сейчас У меня еще полбака Но Все перестала идти заправка Короче, у меня еще полбака Но тут дают бесплатный душ За каждые 70 галлонов Поэтому хочу почаще пока заправляться Чтоб накопить Сейчас буду разбираться из-за чего Делал сейчас обход У меня открылась вот эта вот створка Здесь, короче, должна быть еще такая резинка Она у меня оторвана Такой трейлер уже побитый Это хорошо, что он начал обходить Заправился там Блин, скинулась До того, что начал деф заправлять 79 галлонов Лезло там Что-то 320 баксов Так что бесплатный душ получил Там еще копятся какие-то эти Бонусы Ну там по мелочи где-то 2 доллара за заправку Можно покупать продукты Что-то меня навигатор как-то странно повел Вот делаю какой-то огроменный круг Хотя могу Блин, тут так не показать Короче, вот тут можно было прямо поехать А я вот еду в объезд 20 миль только поворот и обратно Короче Непонятно, почему так меня повел навигатор Это бесец Миль 50 я лишних делаю Субтитры сделал DimaTorzok Наконец-то я выезжаю с этой дороги Объездной, по которой меня повел навигатор Не знаю, где-то час я выпил Наверное, даже больше Потому что горы были Я еще гружен и в них Она 30 км в час Еле-еле поднималась Просто по каким-то, я не знаю Каким-то деревням Меня ведет навигатор Но это, скорее всего, он обводил платную дорогу Хотя я об этом его не просил Потому что платные дороги Оплачиваю не я На меня и никто не просил экономить Короче, в следующий раз нужно повнимательно смотреть, как ведет Еду по каким-то горам Здесь серпантин, как в Сочи, короче Такие повороты Наверное, здесь очень красиво Жаль, что ночью проезжаю Короче, проехал 700 миль Устал просто нереально Доехал до тракстопа Отсюда до точки, где выгружаться Полчаса езды всего Так что завтра у меня будет выходной Нашел, на удивление, даже место свободное Просто повезло Прямо вот так вот проехал И сюда портаном И все Не пришлось Потому что Больше места нет, короче Так что такие дела Ну, по столько ездить я, конечно, больше не хочу Работа на износ Просто не хотелось останавливаться Чтобы завтра потом 3-4 часа ехать А так у меня будет полноценный выходной Так что так Всем пока